К другим темам. Накануне вечером в микрорайоне Мирный прогремел взрыв. Загорелся припаркованный автомобиль Лада Приора. Пока следователи выясняют причины, горожане выдвигают свои версии. За последние две недели этот случай уже не первый. В социальных сетях идет бурное обсуждение. Одни считают, что случившееся могло быть поджогом. Другие ссылаются на високосный год. Третьи в череде этих событий ищут закономерность. Работники сервисного центра склонны думать, что причиной возгорания авто послужила халатность их владельцев. Мария Федорчук разбиралась с ситуацией. Когда машину охватывает пламя, вокруг нее собираются десятки прохожих. Но помогать они не планируют. Зеваки снимают все происходящее на телефон и гадают, что могло послужить причиной пожара. Неправильное обращение с газовым баллоном или поджог. Вот из соседнего двора уже слышна сирена пожарной машины. Именно в этот момент гремит взрыв. Отснятое прохожими видео моментально попадают в социальные сети. И в ту же секунду становится местным блокбастером. Ровно через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту тушения. На момент прибытия наблюдалось открытое горение по всей площади. Всего в тушении участвовали семь человек личного состава и две единицы пожарной техники. Никто в данном пожаре не пострадал. В настоящий момент ведется расследование. Виновное лицо и причина будет установлена позже. Около двух недель назад в этом дворе уже горел автомобиль Митсубиси. Прохожие помогали откатить стоящие рядом машины. К счастью, тогда взрыва удалось избежать. Уже сегодня дознаватели констатируют – иномарку подожгли. Что касается Приоры, то пока сотрудники отдела надзорной деятельности с выводами не спешат. Автослесари же предполагают, что основными причинами возгорания могли стать утечка бензина или газа. Газовые установки, которые тоже редуктор не рабочий, допустим, тоже, он когда вытекает, допустим, утечка газа, вот пропан он стелется, да, а метан он выветривается, вот тоже может взрываться и загораться машина. Если 80 литров бак, да, вот рабочих должно примерно быть до 80, то есть 70 заправляется, должно оставаться газное расширение из пространства. Если этого не будет, тоже жара, опять взрыв. Взорваться мог и топливный бак. Нередко любители отечественных машин срезают пружины, чтобы занизить свое авто. Тем самым они нарушают конструкцию, из-за этого смещается бензопровод. Происходит утечка. Разлившееся топливо загорается от малейшей искры. Пообщавшись с водителями, мы выяснили, что они знают, как избежать пожара. Но правилами безопасности пользуются далеко не все. Пожалуйста, вот часто бывает такое, что машины горят. Что вы делаете, чтобы себя от этого обезопасить? Нужно, конечно, вовремя проходить ТО, пользоваться оригинальными запчастями для автомобиля, следить за состоянием, чтобы за проводкой, чтобы автомобиль был в целости и сохранности. Потому что это все-таки автомобиль, как говорят, второй дом. Также я думаю, что на заправке курить нельзя. Были бедашки всякие. Ну и, конечно, уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, чтобы не спровоцировать, чтобы кто-нибудь да не поджег машину. Ну, всякие есть люди. Каждый раз капот же не будет открывать, посмотреть, что там есть. Закрываете и уходите. Все, больше ничего. Основнее там зажигание. Выключено, выключено. И все. Окна, конечно, нужно закрывать. Думать, проверять клеммы на аккумуляторе, чтобы не было замыкания, чтобы оно не случилось. Чтобы машина не загорелась, специалисты советуют вовремя проходить техническое обслуживание. Если автомобиль работает на газу, проверять баллон и менять фильтры необходимо каждые 10 тысяч километров. Делать это можно только у специалистов с лицензией. Мария Федорчук, Егор Тимошенко, Юрий Зенов. Служба новостей «Импульс».